Постоянно молится, а день и ночь за нас. Кто это? Милая мама. Всегда готова всем помочь. Кто это? Милая мама. Библию читает и Бога прославляет. Кто это? Милая мама. Спокойная, прекрасная, Иисуса любит. Библию читает и Бога. Это бабушка у нас, самый лучший друг. Бабушка милая, бабушка моя, Самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, Самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, Самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, Самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, Самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, Самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, Бабушка моя, Самая добрая ты у меня. Я люблю твой звонкий смех, Ты на свете лучше всех. Двери в сказку отвори, Мне улыбку подари. Если песню запоешь, То заслужится дождь, Добрым утром скажешь мне, Вспыхнет солнышко в окне. Смотрят звезды с высоты, Хорошо, что рядом ты. Улыбайся, песни пой, Буду я всегда с тобой. Аминь. Аминь. Бабушка. Улыбайся, песни пой, Буду я всегда с тобой. Мама. Я точно знаю, Мне лень тебя дороже, В моем ты сердце. Обними меня подкепче, Хочу совета. Мама. Мама. Будь всегда со мною рядом. Мама. Будь всегда со мною рядом. Мне ведь больше вам не надо. Мама. 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 Будь всегда со мною рядом. Мама. 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 И будем такие, как вы. Слава Богу. Аминь. Любите все, любите все, любите все Христа. Любите все, любите все, любите все Христа. Любите все, любите все Христа. Любите все, любите все, любите все Христа. Ты ночами не спишь, на коленях стоишь и вызываешь, когда ты молишь, чтоб Иисус нас хранил, чтоб Иисус нас хранил, чтоб Иисус нас хранил, чтоб плако савлил, и болезнь отдавала усиление. За заботу о нас, за любовь и тепло, и пристись за покоя, стопи. Иисус, помоги нашу маму храни и даруй ей здоровье и силы, чтоб мама шла и как роза цвела, и улыбкой светился взор милый. Аминь. Вы хорошо сделали, чтоб пришли. Слава Богу. Слава Иисусу. Мы будем слушать Слово Божие. Это записанное Иоанн Илья от Матфея, 15 глава, с 21 стиха по 28. И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирске и Сидонске. И вот женщина, хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подошедши, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлебу детей и бросить псам!» Она сказала, «Так, Господи! Ну и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их!» Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Да, сегодня много говорят о женщинах. Ну, я читаю этот текст тоже о женщине, у которой была великая вера. Сам Иисус Христос удивился этой вере. Конечно, глядя на наследие, думаешь, какое их будет будущее, то, которое грядет на нашу, эту страну, на этой страну, в которой мы живем, в этот мир, как важно быть действительно матерям особенно и отцам, чтобы была Божья вера, чтобы передать эту истину, чтобы они не поколебались, чтобы они не увлеклись этим миром. Иисус Христос удалился в страны Тирске и Сидонске. Я смотрел по карте, где Он был и куда Он удалился. Ну, это где-то километром, может быть, 20-30. Он ушел от тех пределов. Он пришел к своим, свои не приняли. И вот тут даже 15 главу, когда мы читаем в начале, то написано, «Тогда приходят к Иисусу, приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисейские, и фарисеи, и говорят». Я тоже глянул, сколько же времени они шли. Вы знаете, там где-то километров 50, если не больше, 50, 60, 70. И вот они пришли ему сказать, сказать о том, что ученики твои делают, что они приступают к преданию старцев. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете к заповеди Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Вы знаете, это событие было совершено здесь где-то в 1914 году. День Матери начали отмечать в Америке, потом в других странах, и в Украине, и в России также. Ну, там, может быть, немножко разница есть. И мы слышим вот это событие. Вы знаете, об этой женщине, она сказана просто хананьянка. Когда я читал Мэтью Генри, там он говорит почему-то, что она была гречанка. Не знаю, конечно. Когда я смотрел по карте, то где находится Генесиаретское озеро и Тир и Сидон, она была с этих мест написана. И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. До Греции там далеко. И вот женщина хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Сколько сегодня женщин кричит, вопиет. Мы видим это событие здесь, в жизни Иисуса Христа. Вы знаете, я вот думал, рассуждал, думаю, здесь свои не приняли. Он их оставил. Написано, удалился в страны. Тирские и Сидонские. Я думаю, он знал все. Знал эту женщину. Знает и на ваши сердца женщины, сестры. Наши сердца братьев также. Он знает все. Вы знаете, ради одной души он пошел туда. И вот женщина кричала ему, «Помилуй меня, Господи!» Она говорит причину. Дочь моя жестоко беснуется. Вы знаете, я просмотрел в Евангелии несколько мест, которые говорят о бесноватых, одержимых бесами, нечистыми духами. И вот характеристика этих весьма свирия. Поэтому Матфея 8, глава 28 стих там мы читаем. 8 глава Луки и Матфея также. «В одежду написано, не одевавшийся, живший не в доме, а в гробах. Мучим был, гоним. Немой бесноватый был в одном человеке. И отец, когда привел своего сына, он был одержим духом немым». Это немножко, я думаю. Немножко здесь открыто нам. Слово Божие говорит нам, что происходит с этими людьми, одержимыми бесовскими духами, нечистыми духами. Она кричала. «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Я думаю, сегодня те матеря, которые сегодня, и кто мы присутствуем здесь, я думаю, мы переживаем о своем наследии, о дочерях, о внуках, о сыновьях, чтобы они были наследием неба, чтобы они не были одержимы этим духом мира, чтобы они не любили этого мира. Слово Божие говорит, не любите мира, не того, что в мире. Галатам написано, не давайте место дьяволу. Что было в этой жизни? Тут не написано ее образование, образованное, богатое, бедное имя, ничего не написано. Сказана женщина, хананьянка. Она была из тех народов, которым было сказано израильтянам, чтобы они истребили их, когда они направлялись в эти места. Но, как обычно, сердце человеческое непослушное Богу, непокорное. они не сделали это. И вот, знаете, я смотрел, думаю, мы все язычники, она тоже язычница. Он видел ее в сердце. Какова ее была жизнь? Как они вели, мы читаем в это Слово Божие, какова была жизнь тех народов, которые противились Богу, противились этому народу, который выходил из Египта. Мы видим, Писание говорит о том, что Бог истребил первый мир. Писание говорит о том, и Гамора тоже. И вот она одна из, которая осталась живая. Из потомков тех людей она услышала об Иисусе Христе. Когда мы читаем 14 главу Матфея, здесь написано 34 стих. «И приправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители этого места, узнавшие его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прокоснуться к краю одежды его, и которые прокасались, исцелялись». Я думаю, мы каждый из нас, когда болеем, что мы ищем? Прокоснуться к нему, чтобы исцелиться. Она слышала об этом. Она, может, слышала о том, который был бесноватый, жил в этих гробах. И что сделал с ним Иисус? Эта весть передалась. Ее сердце было тяжелое. Она не имела покоя ни днем, ни ночью. «Помилуй меня, Господи! Помилуй меня, Господи!» Ну, что ты кричишь? Разве тебе надо это? Ее сердце, ее дочери. Она видела все это мучение, эти терзания, эти издевательства. Может быть, там и ругань была. Потому что враг душ старается поколебать, сбить с пути. Эта молодая девушка, сколько она принесла горе этой хананьянке. Серафикиньянке, так написано в Марка, 7 глава, читаем. «И вошед в дом», это 24 стих 7 главы, это Иисус Христос, «не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедший припала к ногам, его». Самый лучший выход услышать об Иисусе и прийти к нему. И она правильно сделала это, потому что никто и ничто ей не могло помочь. В этом духовном мире, в этой брани, как мы читаем в послании Ефесянам, здесь апостол Павел, исполненный Духа Святого, говорит, что нам делать в этой войне духовной на каждый день. 6 глава 10 стиха, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Так написано. «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все, преодолевшую, стоять». Ее в жизни не один день был такой. И она услышала об Иисусе, как мной сегодня пренебрегает слышать об Иисусе. Занятой чем угодно, любыми делами, идет служение, посмотреть, чем занята молодежь. Вы знаете, и другой смотрит. Смотрит, к чему наклонено сердце. И, может быть, сама мать, не знаю, была ли она замужем, наверное, была, может быть, не знаю, что-то посеяло свое дитя. И это посев, он всегда бывает больше, жадпов всегда бывает больше посева. Вы знаете, оно так не нами установлено, Бог установил. Что посеешь, то и пожнешь. Она кричала, она прибежала к тому, пришла в этот дом, она не стеснялась уже никого. Может быть, она стеснялась говорить о своей дочери, какая она была в нее одержимая. Здесь написано, жестоко беснуется. А Марк пишет, что она была одержима нечистым духом. и пришедшая припала к ногам его. Да, у нас есть выход. Нам Бог дает выход, нам Бог учит через свое слово, как нам поступать в этой жизни, когда наши дети, наши внуки не хотят слушать об Иисусе. Пренебрегает слово. Кто пренебрегает слово, тот причиняет вред себе. Может быть, и она такой была, мать, она не янка. Конечно, Иисус ее не спросил, что у тебя там было, какой-то у тебя была жизнь, ну что там, Иисусе. Она кричала к Иисусу, помилуй меня, Господи, сын Давидов. И она указывает причину. Дочь моя жестоко беснуется. Сегодня, как управить наследие? Чтобы оно было наследием неба. И вот мы Иисус, зная ее сердце, зная ее обстоятельства, 23 стих мы читаем, но Он не отвечал ей ни слова. Знаете, когда мы молимся, Бог молчит. Что мы делаем? А у нас внутри там нет покоя. мы когда читаем 108-й псалом, 1-й по 4-й стихи, даже 5-й. «Боже, хвалы моей, не промолчи, ибо отверздить на меня уста нечестивые, уста коварные, говорят со мною языком лживым, отсюда окружает меня словами ненависти, вооружается против меня без причины. За любовь мою они враждует на меня, а я молюсь». Но он не отвечал и ни слова. Вы знаете, когда начинаем молиться о ком-то, о какой-то проблеме, мы немного находимся в присутствии Иисуса Христа. Представьте себе, что мы представили перед ним. Наша плоть, она тут сразу начинает работать. Это надо, то надо, то, то, еще что-то. И улетели, и мы забыли, помолились коротко и убежали. Но не отвечал ей ни слова. «Иисус, ты же столько добра делал, ты же Бог любвеобильный, ты человеколюбивый, ты сказал, придите ко мне, все отруждаются обремнены, я успокою вас». Он ей не отвечал ни слова. И ученики его, приступивши, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Знаете, сколько раз написано об учениках, которые обращаются к Иисусу Христу по какой-то проблеме. он же сказал в ответ, я послан только к поившим овцам дома Израиля. Да, он был послан отцом, он жил отцом. Отец его послал, пойди к этой хананьянке, пойди к этой, которая мучается ее, она уже не знает покоя, ни дня, ни ночи, пойди к ней. И сын пошел. Но у него было задание от отца пойти к сыну к овцам только поившим овцам дома Израилева. И он пошел. Но они пренебрегли его словом, его хлебом. Стол был накрыт. И вот мы дальше читаем. И она подошел и кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Она уже два раза говорит. Господи. Первые слова она сказала, помилуй меня. Знаете, я тоже так молился, когда готовился. Помилуй меня, Господи. Сколько мы делаем того, что не угодно в очах его. Ну, можем линять кого-то. Она молилась, она смирилась. Мы дальше читаем. Она подошла и кланялась ему. Там Марка пишет, что она припала к ногам его и говорила, Господи, помоги мне. Получил ответ, просила. Он же сказал так, он же сказал, это нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Скажите, кому-нибудь я бы сейчас сказал, что вы или вы мне скажете, как бы я реагировал. Мы смотрим на ту, которая пробежала, кричала, дважды сказала, помилуй меня, Господи, помоги мне, Господи. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Он называет псами это язычников. Те людям, которым он принес хлеб, принес Иван, они пренебрегли. даже им говорил в этой же главе, мы читаем седьмой стих, лицемеры. Хорошо пророчествовал вас Исайя, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня учением с заповедем человеческим. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Сегодня нам говорит Иисус Христос, слушайте и разумейте. Он мне говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Слышим ответ. Какой бы мой был ответ, какой бы ваш был ответ тому, который сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. В английской так там написано маленьким собачкам, ну, щенкам. И Иисус говорит, и она говорит, она сказала ему, вот так, Господи. Как бывает трудно сказать. Знаете, мы посмотрим на того, который в Весиманском саду молился. У него было решение, была воля, была своя воля. Если угодно воле твоей, да пусть пройдет эта чаша мимо меня. он сказал, так, Господи. Не моя воля, да будет, но твоя. Она сказала, так, Господи. Вы знаете, как редко мы говорим то, что Бог нам говорит, что так, Господи. Помоги мне его исполнить. Вы знаете, у нее было, ну, я не знаю, это женщины могут только передать, это рассказать об этой, когда так молились о своих дочерях, сыновьях. она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ. она приняла, она поняла, что там, где находились те, которые были призваны, тем, которым пришел Иисус Христос, они питались этими хлебами, и он напитал не раз, наверное, мы читаем об этом, и она, наверное, слышала об этом, слышала об этом событии, что он напитал, что он умножил, и те крошки, она готова была их принять. Так, Господи, хорошо, так, Господи, 27 стих, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господи. Посмотрите реакцию Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим на мать Иисуса Христа. Мы, когда читаем Евангелие от Луки, когда пришел ей ангел и говорил ей, это 26 6 стих, 6 стих, 6 месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел вошед к ней и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась отсловью, размышляла, что бы это было за приветствие, и сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царствую не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемая Святой наречется сыном Божьим». И вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодная, она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сера Бога Господня, да будет мне по слову Твоему!» И отошел от нее ангел. Знаете, вот такая была будущая мать, такое было и известие. И она сказала, «Да будет мне по слову Твоему!» Так, Господи, она сказала. Вы знаете, у того, который пришел спасти нас, грешников, сердце затрепетало. Он видел эту веру, эту неотступность, настойчивость. Она не могла его отпустить, как у той Марии, когда Иисус Христос лежал в гробе и потом воскрес. Она искала его, и она не узнала, когда он к ней заговорил, когда уже назвал по имени. И здесь он говорит ей такие слова, «Так, Господи, нойцы и дяд крохи, которые падают со стола господа их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина велика, вера Твоя! Да будет тебе пожелание Твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Какие благословенные слова! Она не отступила от того, к которому она пришла. Мы порой можем отступить. Мы можем даже забыть о том, о чем мы молимся. Вы знаете, у Бога собираются в чаше нашей молитвы. Так написано в Откровении. О, женщина! Теперь я обращусь к нам, находящихся сестрам, женщинам. Какова ваша вера? Какова ваша дочерей вера? Внучат? О, женщина, велика вера Твоя! Вы знаете, давайте мы есть написано из-за мужей, конечно, когда Иисус Христос пришел к Нему сотники и просил у Него, чтобы слугу вылечил. Он тоже не нашел такой веры в Израиле, написано о мужчинах. Здесь сказано о женщинах. Вы знаете, мы и предупреждение есть, мы когда читаем Еремии. Да, другая была женщина, мы читаем в Писании, когда дочь Иродиады плясала и угодила царю Ироду, и он даже поклялся, что до полуцарства даст, но у них было другое желание. и она пришла просить у матери, спросить совета. И вот какие бывают матеря, какие бывают женщины, которые дают такие советы. В голову Иоанна Крестителя мы видим эту женщину, которая записана, она герой веры. Она в евреевом послании не написана, но мы читаем Иван, это событие. книга Иеремии, 9 глава написана, «Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слово уст его, и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням, ибо смерть входит в наши окна, торгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы и юношей с площадей. О, женщина, велика вера Твоя, да будете по желанию Твоему». Пусть Господь поможет нашим сестрам, нам, братьям, иметь эту великую веру. Аминь. Давайте поблагодарим Того, Который не отталкивает проходящего к себе. Наш Господь, мы поблагодарим Тебя за Твой приход в этот мир жестокий, греховный, злой. Мы благодарим Тебя, что Ты сказал, «Я иду исполнить волю Твою Божию». Мы слышали это событие. Твое сердце жаждет спасать грешников, спасать, как этой женщине Ты сказал, «О, женщина, велика вера Твоя». Боже, даруй, чтобы в нас, церкви, женщины и будущее наследие имело эту великую веру, чтобы наследие Господь не было подвержено этому миру, потому что он ходит в рак душ, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Господь, благодарим Тебя, что Ты вовремя пришел на это место, где эта женщина слышала о Тебе, и она прибежала и кричала, «Господь, слава Тебе, что Ты не отталкиваешь проходящих, что Ты исполнил повеление Отца, слава Тебе за Дух Твой Святой, Который Ты посылаешь, Ты даровал, и Ты был послушен Отцу, Духу Святому, помои же нам быть послушными Тебе иметь эту великую веру. Благодарим Тебя, великого Бога, за то, что Ты даруешь эту великую веру. Ты испытываешь порой нас, Господь, Ты желаешь, чтобы мы не отступали от Тебя, чтобы ходили по Твоим следам. Помоги нам в этом, мы слабы и немощны, но мы на Тебя упываем, всемогущего, всесильного, воскрешившего, вознешившегося. Хвала Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Ночь давно, а гарок догорает, женщина склонилась над шитьем. Золотым узором вышивает платье дорогого окаем. Не себе, одной богатой даме. Завтра праздник, надо бы успеть, а глаза нет-нет, на свечку глянут. Догорает, а в запасе нет. Отягченной бременем заботы, как ребенка на ноги поднять, ей вдове приходится работать, даже ночью некогда ей спать. Вдруг, что это? Нет, свечи убогой, чудный свет по комнате разлит, в одеянии белоснежно строгом ангел перед женщиной стоит, говорит ей, поспеши за мною. Дверь, калитка, и они летят над ночной притихшей землею, опустились в помещение склад. Миг и дверь пред ними уж отверста. Внутрь, войдя, ей ангел говорит, сыну своему любое сердце в этом складе женщина бери. Смотрит, а вокруг сердца людские. Вот сердца богатых, посмотри, их не тронут слезы никакие, золото звенит у них внутри. Нет, знакомы мне сердца богатых, не хочу, чтоб сын был таким, не хочу, чтоб он живя в палатах, причиняв несчастье другим. Посмотри, вот каменное сердце, с ним на свете долго можно жить в нем и чувство редкость, их ничем нельзя расшевелить. Нет, не надо. Долго так искала сыну сердце бедная вдова и каких сердец там не лежало. Даже закружилась голова золотые, медные, стальные, деревянные из земли, глиняные, даже восковые, никакие ей не подошли. Перебрав сердец различных груду, подходящих так и не найдя, ангел Божий показал ей в угол, к выходу почти что подойдя. Там лежало сердце. Что же это? Что? Она сама не поняла. Там лежало сердце все из света, неземная красота его была. В этом сердце отражалось небо, в нем слились все отблески души. Чьё она до вас спросила. Мне бы христианина раздалось в тиши. Дайте мне, его я выбираю, но молчание ангела в ответ. Дайте мне, прошу вас, умоляю, лучше и прекрасней сердца нет. Трудно с ним, в нем звуков неба много. Знает это сердце боль людей. Мы знакомы, но гони мы на земле жестоко те, кто в небе получил удел. Вспомни мать, которая стояла не у трона славы, у креста, душу ей оружие пронзала. Ты согласна рядом с нею стать? Но ведь сын ее воскрес, не так ли? Да, воскрес, но на земле он испил страдания ни каплей, чашей полной скорбь с кровью на лице. А за что? За то, что возлюбил он так, как не любил еще никто. Вот за что толпа его пронзила на кресте. Согласна ли ты на то? Сын мой тоже, как и он, воскреснет. Да? промолвил ангел ей опять. Сыну я хочу такое сердце, с твердостью проговорила мать. Вмиг исчезло чудное видение, и хоть много лет прошло с тех пор, мать хранит в святом благовенье в своем сердце этот разговор. Вырос сын и стал христианином, и за то, что людям правду нес, был он попираемый, гонимый, но в страданиях рядом был Христос. Мать есть мать, она переживала, плакала в тиши ночной порой, но ее в страдании утешало слово «Сын воскреснет твой». Аминь. Из послания Галатам, 4 глава, стих 28. «Мы братья, дети обетования по Исааку». Апостол Павел много говорил о том, на эту тему, и Галатам, и Римлянам, о том, что дети могут быть разными. Есть дети как рабыни, а есть дети свободной. и в этом различаются не вообще люди в мире, а этим различаются, между прочим, верующие. И те, и другие верующие. Но есть верующие, которые дети свободной, а есть верующие, которые дети рабыни. И нам это нужно сегодня рассмотреть. Мне сегодня радостно было видеть, как и вам, как дети славили Бога. И особенно радостно видеть в них то, что они делают это охотно. Мне не кажется, что кого-то плеткой гнали сюда, чтобы они здесь пели или стишки рассказывали. В них было заметно то, что они с большим удовольствием это делают, что им хочется это делать, и они рады, и они чувствуют, в чем они участвуют. Есть большие преимущества славить Бога с ранних лет. Я помню себя в таком же возрасте, мне года три, наверное, было. Я когда рассказывал стишки, то после этого садился на свое место, и мне дедушка один каждый раз давал рубль. Рубль в то время был почти что два доллара. Сейчас уже не дают. И вот родня беспокоилась, рассуждали так, что может быть это нехорошо, зачем ребенка приучать к такому стяжательству, что это как он идет Богу служить, а ему этот дедушка все время денежку сует. Но дело в том, что я не понимал тогда смысла в деньгах, и меня это не портило в то время. Так что то, что сейчас мне не дают, это даже хорошо, а сейчас я, может, по-другому бы относился. И я не понимал не только что в деньгах толку, но между прочим и в тех стишках, в тех словах, которые я говорил, я тоже очень много не понимал. когда меня учили, говорили мне, какой стишок ты должен рассказывать, я его быстро выучивал, но смысла этих слов я совсем никак не мог. У меня вообще это не складывалось в одну картину, и просто сейчас нету столько времени, чтобы мне рассказывать, что именно я себе представлял, ну и к тому же это будет очень смешно, если я расскажу, как я себе это представлял. Но дело не в этом. Дело в том, что даже не понимая то всего смысла, я чувствовал, что занимаюсь нужным делом, меня это радовало, и потом уже в первом классе, когда проводила учительница самую работу, она спрашивала, охотно ты ходишь в церковь, или может тебя заставляют родители? Я говорил, да, конечно, охотно, мне нравится туда ходить. Это было очень важно, это было принципиально. Важно то, что было привито правильное отношение к тому, как ходить в церковь. Еще я обнаружил, я подумал о том, когда видел, как дети выступали, но здесь говорили о том, что, как Христос сказал, не препятствуйте детям приходить. Так вот, закон Моисеев, там написано о том, как наставлять детей, внушай им, да, закон нужно было внушать детям, может, ему не хочется, может, он не понимает, но надо было прилагать усилия. А вот в отношениях с Христом все, что нам нужно делать, это не препятствовать. То есть, Иисус Христос, Он являет собой такие свойства, когда дети сами к Нему тянутся, они сами Его чувствуют, может быть, они не понимают, так как нужно понимать закон, но Личность Иисуса Христа, живые с Ним отношения, они говорят сами за себя. И вот эти отношения, они, если у человека присутствуют отношения с Богом, живые отношения с Богом, о них и говорит апостол Павел, что вы дети обетования. Дети обетования, что значит быть детем обетования? Я не знаю, как вы, а я читаю сейчас вторую книгу царств. Первая, вторая глава, вот там как раз идут такие события о том, как проверялась вера Давида. Давид все в Израиле знали, что он должен стать царем Израиля после царя Саула. Его помазал на царство пророк Самуил еще тогда, когда Саул фактически по закону был царем. Ну и что нужно было делать Давиду, когда он был помазан на царство? Ликвидировать Саула? Нет. И между прочим, вокруг Давида постоянно находились такие ребята горячие, которые подсказывали, давай мы это сделаем, давай мы это сделаем. И даже когда Саул сам покончил жизнь самоубийством, то прибежал один отрок, амаликитянин, он так себя назвал, и сказал, да, вот Саула это я добил, и принес Давиду венец Саулов и запястье его, и он видимо рассчитывал на то, что ему Давид медальку даст, или еще как-то поощрить, что вот устанил твоего соперника, и ты теперь будешь царем. Но Давид не похвалил этого отрока, вы знаете, да, что произошло. Я в дело в том, что первая и вторая глава, первая книга царства, там очень много кровавых сцен, а мне не хочется ради праздника их подробно называть. Ну так вот, Давид не обрадовался. Может, тот удивился, почему Давид не обрадовался. Давид, он верил в обетование, и он большое значение придавал тому помазанию, которое он получил от Саула. Что происходит дальше? Когда погиб Саул, и его сын Иоаннафан не осталось, остались еще наследники у Саула, и над израильским царством один из военачальников Саула поставил Иевасфея. Он поставил его царем над Северным над Израилем, а и сам же Давид пришел в Иудею, и там его поставили царем над Иудеей. И получилось, сама собой стала назревать распря между сторонниками Давида и между сторонниками Иевасфея, сына Саулова. Случилось так, что Асаил, военачальник, двинул вооруженный отряд войска в сторону Иудеи, и они остановились возле Гаваона, в колене Вениаминовом. Они остановились, и, конечно, разведка, видимо, донесла, потому что войска, военный вооруженный отряд от Давида двинулся им навстречу, и вот они остановились у озера. Вроде никто никому войну не объявлял, не было открытой вражды между ними, никак. Но вот что произошло. Стали они между собой рассуждать военачальники, а пусть выйдут отроки и поиграют перед нами. Что это означало? Вы знаете, чем закончилось, да? Вышло по 12 человек отроков вооруженных людей. Одни были из стана Давидова иудейского, другие были вене митяне, они со стороны Иевосфея. И друг друга убили, поразили мечами. Мне было интересно исследовать, что это такое. Что же там на самом деле произошло? Мы знаем о том, что есть такая военная традиция, как единоборство, когда враждующие стороны вызывают по одному человеку, и они решают, на чьей стороне воля Бога. Это не просто ради спортивного интереса, это издревле, и даже сейчас во многих народах вызнавали, какая воля Бога. Если единоборец победит, это значит, можно было войну не делать, то признавали все чью-то победу. Но всегда в этих единоборствах вызывалось по одному воину от каждой стороны. А в этом случае историки, толкователи говорят, что все начиналось безобидно. Это не была война, это не была вражда. Для таких коллективных битв вызывались воины, тем более вызывались, как мы видим, юноши, отряки, не такие уж опытные и не такие сильные, а просто для развлечения. Ни иудеи, ни израильтяне не могли себя по закону в то время назвать врагами. И вражды как будто бы не было. Юридически вот не было вражды, никто никому войну не объявлял. И они вышли, и в таких случаях, когда состязались в военном искусстве молодые ребята, то для этого существовали свои законы, что не надо было убивать насмерть. Допускались такие легкие может быть ранения, для этого и оружие выбиралось неострое, и просто нужно было показать свое искусство. И вот произошло что-то незапланированное. Они разом друг друга убили все 24 человека. И после этого написано, что случилось жесточайшее сражение. Вдруг обе стороны, увидя это, вспыхнули злостью, ненавистью, и бросились на друга, и завязалась страшная битва. Что было? Что зажгло это сражение? Это сражение зажгло тот же самый дух, который заставлял убивать помазанника, Саула, и который подсказывал Давиду, что давай его убьем. Это дух соперничества. Это дух недоверия Богу. Вроде бы, вражды официальной нету, а нервы сдали. И они вышли на спортивное соревнование и стали друг друга бить. И мы помним бить насмерть. И может быть, кто-то помнит из советской истории, как билась советская и канадская хоккейная команды, да? Потому что шла серьезная пропаганда. Серьезная пропаганда, что они друг другу враги на самом деле. Вроде бы спорт, а доходит до серьезных жестоких битв. Так происходит. Дальше после этого Асаилу пришлось убить Авенира, который его преследовал. И дальше, дальше, больше пришло такое, что когда иудеи преследовали Авенира, то прибежали на холм, пришли к холму Амма против Гиаха по дороге к пустыне Гаваонской. И собрались в Инамитяне вокруг Авенира и заставили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И возвал Авенир к Иаву и сказал, вечно ли будет пожирать меч, или ты не знаешь, что последствия будут горестные. И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих. И сказал Иав, жив Бог, если бы ты не говорил, иначе еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих, и затрубил Иав трубой, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Символично, что то место, где были окружены израильтяне, на холме Амма против Геаха. Это название Геах переводится на русском языке, звучит как прорыв воды. И это выражение прорыв воды нам известно из книги притчей, как Соломон, уже сын Давида назвал это. Начало ссоры, как прорыв воды, остав ссору прежде, нежели разгорелась она. Меня так почему-то чувствуют, скорее всего когда Соломон записывал эти слова, он помнил об этом месте, прорыв воды, что там произошло. Битва, которая была замешана просто на недоверии друг к другу. Битва, которая была замешана на том, что люди не доверяли Богу. И еще одна ирония судьбы, она случилась тем, что это место, где происходила битва, находилось близ Гаваона. возле Гаваона. И там написано, я еще раз повторю это место, 24 стих, «Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма». Вы знаете, Гаваон это такое необычное место на нашей планете, где Солнце иногда заходит, а иногда оно не заходит. Вы же знаете? Да, «Стой, солнце над Гаваоном», сказал Иисус Новин. И солнце остановилось, потому что это было угодно Богу, и пишут о том, что «Ибо Господь сражался за Израиля». Если Богу угодны твои действия, то ты можешь остановить солнце, если это будет надо. И вот эти ребята, которые пошумели, они увидели, что солнце село. Они все еще дерутся, а солнце село, и что-то тут не то. И они вспоминали из закона, что солнце не должно садиться при вашем гневе, а они братья, они из одного народа. Откуда такое? Почему столько ошибок совершали они, которые привели к таким тягостным последствиям? Как смотрел на все это Давид? Давиду все это время, пока его продвигали к власти, приходилось оплакивать тех, кого называли врагами Давида. Сначала он оплакивал Саула, когда узнал о том, что он потерпел поражение и принял смерть. После этого он оплакивал Асаила, которого предательски убили и думали, что сделали доброе дело для Давида. После этого Давида оплакивал Иавасфея, когда пришли люди и принесли ему голову Иавасфея, сказали, вот мы убили этого царя, у тебя теперь нету помех. А Давида ничто не радовало, и он их всех оплакивал, потому что Давид не желал давать место распри. Он не избирал этих методов, потому что он верил в то, что это дело Бога, каким образом он достигнет успехов или власти. Важнее всего для Давида было слово от Бога. И когда он составил плачевную песнь по погибшим Саулу и его сыну Иоаннафану, там звучат такие слова горы гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полезь плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Он, сокрушаясь, говорит о щите сильных, о щите Саула, как бы не был он помазан елеем. Щиты в то время чистили маслом. После битвы, если кровь засохнет на щите, то водой трудно отмыть кожу, если он отбитый кожей, или если он деревянный, маслом это делалось, но Давид здесь видит другое значение о том, что как бы он не был помазан маслом, как будто бы он не был помазан от Бога, почему так бесславно закончилась его жизнь, как будто бы помазание, то, которое Саул тоже принимал. И Самуил говорил ему, что там, когда ты встретишься с пророками, ты станешь другим человеком. Помните? И он исполнился Святого Духа Саулу, и все удивлялись, говорили, в самом деле не Саул ли во пророках? Он стал однажды другим человеком, а потом перестал быть другим человеком. И я вот это вот как прочитал эти слова, и тут как раз мне известие такое пришло об одном человеке, которого я знал заочно, нам приходилось просто только по интернету с ним общаться, ну, вести общее служение. Молодой парень был таким ревностным, а потом мне сообщают вот он умер, от пьянства умер. Как будто не был он помазан елеем. Пренебрег. Почему это с ним случилось, почему это с ним произошло? Перестал доверять Богу, перестал пользоваться теми обетованиями, которые даны Святым Духом. Петр говорил в день Пятидесятницы, ибо вам креститесь, покайтесь каждый из вас и докрестится и получит Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим. Пользуйтесь этим помазанием, пользуйтесь этим обетованием, и Святой Дух вас вознесет на те вершины, которые нужно. Вам не нужно беспокоиться. Вот кто-то увидел, где-то что-то несправедливо допустим в церкви или в отношениях между братьями и берется и вооружается и закрадывается в его сердце недоверие к другим и начинает применять какие-то свои или интриги или приемчики какие-то психологические совершенно перестает доверять Богу. И получается так, что стоит оплакивать и говорить как будто бы ты не был помазан елеем. Зачем ты избрал себе эти методы и чем это все заканчивается? Яков говорит, откуда у вас вражды распри? Не отсюда ли от вожделений воюющих ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите и не получаете, потому что просите не на добро, чтобы употребить для ваших вожделений. Он говорит, убиваете и завидуете и не можете достигнуть. Это он христианам пишет. Я не могу себе представить, что в той церкви, кому пишет Яков, что там сплошные убийства шли. Но он называет вещи правильными именами в Святом Духе о том, что если вы друг другу завидуете, если вы друг другу не доверяете, если вы боретесь друг с другом, это уже пишется вам как убийство. Это уже вам пишется как убийство, и вы как будто не помазаны, и как будто вам Святой Дух не нужен. И что вас ждет? Почему у вас эти вражды и распри, и почему вы не добиваетесь того, чего хотите? Вот сегодня мы как раз много внимания уделяем родителям, матерям в этот праздник. И важно обращать внимание, чему мы обучаем детей, какими мерами, чем мы руководствуемся, чтобы быть не хуже других, потому что такое часто встречается, и я слышал о том, что бьются родители со своими детьми. Слава Богу, на лицах сегодня на лицах детей я не увидел, чтобы их заставляли. Но кому-то было беспокойно, просто я такое встречал, что как же так, он у того дети на скрипках играют, а у меня хуже что ли? Надо заставлять, надо давить, говорить, это служение, ты Богу должен служить, человек мучается. А у меня, я знаю, что мои родители очень хотели, чтобы я занимался музыкой, чтобы был музыкантом. И они со своей стороны сделали все, что было нужно. И большое им спасибо за то, что они сделали все, что для этого нужно, и не больше. Когда убедились, что я музыкантом быть не собираюсь, то мне уже не добавляли страданий, потому что я свой выбор в жизни сделал, который мне ближе, и который меня не раздражает, и который меня не мучает, и я свободно могу чувствовать этот мир в сердце. Это должно руководить как раз родителями. Когда мы наставляем своих детей, когда мы их обучаем, они любят то, чему мы хотим их научить. Они прилепились к этому служению, или мы их заставляем это делать только ради того, чтобы не показаться хуже других своих друзей, и гоняем, лишаем их какой-то радости жизни. Это важно учитывать, это очень нужно, потому что в такой, когда человек теряет эту связь, живую связь, когда ему самому по себе не хочется приходить ко Христу, он перестает быть детем обетования. Обетования ему не принадлежат, и в борьбу приходится вступать самому, искать своими мерами для себя счастья. Сегодня, завтра наши люди отмечают день Победы, когда Германия подписала капитуляцию во Второй мировой войне, и мне приходилось слушать свидетельства уже самих немцев, которые христиане, они приезжали туда, в Россию, они высказывали слова раскаяния, и говорили, когда я был молодой, вот несколько таких свидетельств, и когда я примкнул к национал-социалистической партии в Германии, я думал, что я борюсь за свободу, и я никогда не подозревал, что стану плохим героем в истории, а теперь мне стыдно за то, что, как оно повернулось. Обязательно все плохо повернется, как бы ты не боролся за свою свободу, какими бы благородными не были твои цели, если ты за нее борешься и не ждешь обетований от Бога, не рассчитываешь на эти обетования, все плохо кончится. У Давида все хорошо сложилось, потому что он был уверен, что Бог его не оставит. У Давида все хорошо сложилось, потому что он держался этих обетований, и когда он был помазан елеем, он знал, что царство придет к нему, само Бог так сделает, и придут, и помажут, и в самом деле прошло 7 лет, его помазали на царство над всем Израилем. Так оно и случилось. Пусть это слово вдохновит нас на то, чтобы мы были детьми обетований, чтобы мы помнили все обетования слов Божьих и примеряли их на себя, применяли их к себе, потому что они нам принадлежат. Те обетования, которые даны нам Богом, они очень сильны, они совершают то, что нужно, и не больше. Пусть Бог благословит нас в этом, и мы скажем об этом в своих молитвах, и мы будем исповедовать свою веру и свою признательность тому, что нам дано победой Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за то, что совершаешь Ты, оно приходит в наши сердца естественно, с миром, без злобы. Ты открываешь свои драгоценные обетования и совершаешь великие дела в наших жизнях, в наших судьбах, без того, чтобы нам настраиваться на вражду или беспокоиться за свое место под солнцем. Господи, научи нас быть этими детьми обетования, не детьми рабыни, которым нужно беспокоиться и искать себе свободу и как казаться не хуже других, но двигаясь в этой свободе, принимать в обетованиях силу иметь покой в сердце, иметь успех в делах и в служении, являть собой славу Твою и свет Твой, который был бы очевиден всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.